Здравствуйте! С вами программа Пешком по Сарову и я, ее ведущая, Анна Пилипец. Сегодня мы с вами прогуляемся по улице, названной в честь великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова. В Сарове улицы называли в честь знаменитых ученых, физиков, писателей, общественных деятелей. Мое внимание привлекла одна маленькая улица старого района, утопающая в зелени, что гордо носит имя непобедимого адмирала российского военно-морского флота. Но для того, чтобы узнать о ней немного больше, придется отправиться в прошлое. Можно немного узнать о истории этой улицы, с чего она вообще начиналась? Улица Ушакова, адмирал Ушакова. Но в то время, в 59-м году, не было необходимости назвать именно улицу адмирал Ушакова. Все знали, что Ушаков – это адмирал, великий адмирал. И так сложилось, что это маленькая наша улица, которая тогда имела всего лишь три дома. Вот первый дом был построен в 18-й, 16-й, за ним 14-й. И эта улица в то время была безымянная. То есть это 1953 год. Практически три года, как в нашем тогда спецобъекте, начали строить жилье именно с точки зрения применения кирпича. А в то время здесь был у нас такой небольшой гулаг, 10 тысяч заключенных, полторы тысячи из них были женщины. И каждый дом, то есть и 18-й, и 16-й, и 14-й, а тогда безымянная, они строили за корючей проволокой. В конце 1953 года встал вопрос о наименовании улицы, три дома на которой уже построили. В это время объектом командует Александров. Его заместителем, главным инженером был Алексей Константинович Бессарабенко. Именно он позднее сыграет знаковую роль в присвоении имени этой улицы. В 53-м году наш объект, это самый закрытый объект, сюда можно было въезжать, но никто отсюда не выезжал. Поэтому было решено Москвой, что здесь надо культуру, собственно говоря, возрождать и насаждать. И мало того, что у нас, вы помните, в 48-м году появилась билетека Мяковского, то есть первая она была открыта. Ну, наша будущая билетека Мяковского, тогда была билетека КБ-11, так называлась она, открыта. Потом у нас в 49-м году появлялся свой театр. И в 50-х годах у нас открывается уже кинотеатр Москва. Сегодня это здание, где у нас располагается Краевический музей, собственно говоря. И мы туда ходим смотреть фильмы. И в связи с тем, что, опять же, у нас не такая большая удаленность от Москвы, было решено, что наши ученые, чтобы они от меня отставали от культурной жизни, были причастны, в общем-то, тогда строительство новой нашей страны после ужасной, разрушительной войны Великой Отечественной. Было решено, что первые копии премьерных фильмов, которые были в Москве, а тогда они все были позитивными, собственно говоря, понятно, что никакой практически цезуры не было, было и так ясно, что все патриотические фильмы, первая копия приходила к нам на объект. В этот год на экраны страны выходит фильм, взбудораживший всю страну. «Адмирал Ушаков» в двух сериях. В первой рассказывалось о непобедимом адмирале, что сражался на Черном море и завоевал Крым. Вторая серия «Корабли штурмуют бастионы» повествовала о том, как он воевал на Средиземном море и одолел французов. Первая копия фильма пришла в Саров в мае. У нас потом здесь появляется, далеко есть могила Ушакова, в Санцарском монастыре она облагораживается, появляется здесь в сентябре 1953 года в городе Ленинграде спускается крейсер 68-го беспорядка, который получает имя адмирала Ушакова. Кстати, тоже легендарный крейсер, он будет название начать 3-4 года. И 5 октября 1953 года на экраны страны выходит вторая часть фильма «Адмирал Ушаков», который называется «Корабли штурмуют бастионы». И она рассказывает о том, как Ушаков воевал Средиземном море и задолго до войны 12-го года, собственно говоря, французов бил налево и направо, и французы очень боялись Ушакова. То есть именно 1 ноября 1953 года эта часть, вторая серия этого фильма приходит к нам и показывается «Две недели не москресу» в нашем киатре «Москва». Мы ходим, удивляемся и, в общем-то, поражаемся тому масштабу, то есть значимости, исторической значимости Федора Ушакова, то, что это вообще великий, просто достойнейший адмирал. С предложением дать этой улице имя легендарного адмирала выступил Алексей Константинович Бессарабенко. Родом он был из Севастополя. В этом городе провел свое детство, учился, закончил школу, затем работал на судостроительном заводе. Покинул родной город он только в 25 лет. Он начал говорить, ребята, ну как же так, то есть получается, я сам родом из Севастополя, а Ушаков столько сделал для Черного моря и Севастополя, но там у нас ничего, то есть память не увековечена. Ушаков, у нас нет ни площади, ни улицы, ни дома. У нас, да, есть Ушаковская балка, но это народное название, это маленький сад, собственно говоря, и Ушаковская лестница, она безымянная, это мы так в народе ее называем. И тогда он предложил, а в это время как раз и появился вопрос, о том, вот как назвать эту вновь строящуюся улицу. То есть надо было эти дома вводить в, естественно, уже с названием улицы. И тогда были, еще он говорил, возвращаясь к этой теме, то есть тогда, к 1 ноября, были построены 18, 16 и 14 дома по улице Ушакова. И он предложил Александрову, начальнику нашего объекта, о том, что давайте назовем в честь имени адмирала Ушакова, это улица, она будет, это правильно. А в то время называть улицы, ну, простыми именами, там, Иванова, Петрова, Сидоровы было нельзя, сами понимаете, потому что, ну, во-первых, знаковый объект, во-вторых, это величие страны. В то время понимали, что за суперсекретностью скрывается все равно будущее, ядерное, атомное. Согласно приказу от 18 ноября 1953 года номер 331 ПА, подписанному самим Бессарабенко, улица получает свое название. В 1954 году строительство продолжается. Здесь появился сначала 12-й, а затем 10-й дом. В 1955 году строительство улицы приостановилось, так как новые дома возводили на соседней улице Репина. Через год постройка продолжается. Первым появляется дом номер 20, который и замыкает небольшой микрорайон, что возводили с 1953 года. И вот отсюда начинается первый, строится, значит, 8-й дом. Он очень легендарный у нас. Почему? Во-первых, у нас есть табличка, которая в 50-е годы, в 56-е годы, которую мы отсюда сняли, она чудом сохранились на фасаде этого дома. Во-вторых, это первый дом вообще у нас в городе, который имеет сокольный этаж. Вот видите, да? То есть этажи, которые выходят у нас на датуар. Вообще у нас ни одного дома не было. Вот чем он заменит? Именно вот этим домом. Потому что для других городов России, даже разома сводить, возьмите, вы приедете, вы увидите кучу таких домов с сокольным этажем. У нас этого нет. И это номер один. Ну и последнее его, чем он заменит? Дело в том, что он был построен последним на нашем объекте силами заключенных. В принципе, в городе. Потому что у нас город уже существовал с 54-го города. Он строится последний за колючей проволокой. Потом проволока была снята. И уже шестой и четвертый дом, они уже строятся гражданскими строительствами. Именно на этой улице провели одно интересное исследование, согласно которому здесь расположено одно административное здание, детское дошкольное учреждение, 9 жилых домов, 30 входных дверей, 25 подъездов, 123 балкона, 1173 оконных проема, 238 жилых квартир, а также 33 этажа. Пробежались еще по этой улице в поисках моряков вообще. Кто служил во имя морском флоте, может быть какая-то историческая справочка будет. И мы искали. И в 16-м доме мы нашли только одного моряка, Ленина Венина Ивановича, который с 43-го года служил на Северном флоте, воевал со всем пацаном, юным. Потом после Великой Отечественной войны в Ленинграде закончил политехнический институт и прибыл к нам на объект. И стал исследователем, испытателем. И за свои именно научные подвиги был награжден двумя орденами, орденом Закпочета, Октябрьской революции. Но самое главное для нас, что, во-первых, даже не то, что он был моряком, а дело в том, что он сохранил свою любовь на долгое время именно к военно-морскому флоту нашей страны и в свободное отработанное время хотя я не знаю, когда у него было свободное время, в те далекие годы, когда просто плотно вышли испытания, а наука продвигалась вперед, создание ядерного оружия семимильными шагами. Но он все-таки находил время для того, чтобы из школьных деревянных линеек делать модели кораблей, парусных кораблей. И, кстати говоря, так получилось, что многие корабли были именно из эпохи Федора Ушакова, хотя были и последующие. Ну и вот пару таких моделей из семьи, которые нам передали именно в истории этой улицы, они хранятся в нашем музее, выставлены, чем мы очень гордимся. За годы своего существования улица ни разу не меняла своего названия. Сам Федор Федорович Ушаков был на территории современного города. Около восьми лет он жил на территории рядом с Санаксарским монастырем, создатель Санаксарской пустынки, его родной дядя Иван Ушаков в миру, а в православии Феодор Санаксарский. Сначала был монахом в Александровской лавре, потом у нас три года, потом вот ушел на это место Санаксаров, в основе его там монастырь. Поэтому Ушаков, сам адмир Ушаков, племянник, который приехал, он почему и выбрал это место, потому что он считал, что он гордился своим дядем, что дядя совершил свой жизненный и православный подвиг. И когда он ушел в отставку, он приехал на это место и поселился. То есть нам с вами просто повезло, что он так поселился рядом. И, конечно, он не мог, проживая здесь рядом с нами, не посетить наши места, потому что в это время наш монастырь это самый крупный, самый крупный, в смысле мужской монастырь, самый большой, и дядя был здесь. То есть он потом пришел в Санаксар. И поэтому Ушаков, адмирак, конечно, у нас расстояние было очень маленькое, всего 25 километров. В то время была прямая дорога до Санаксара, которую, кстати, вспомнили, именно когда у нас были пожары в 2010 году, что она была. Это мы сейчас по округе с вами едем 42 километра. Раньше ходили напрямую. И, конечно, мы предполагаем и однозначно доказываем, что сам адмирал Ушаков был здесь неоднократно в нашем монастыре. Поэтому, если вы хотите пройти именно по следам адмирала Федору Ушакова, достаточно зайти на нашу монастырскую площадь и там просто походить. Дома номер 28, 6 и 4 – это более современная часть улицы, построенная в 1956 году. Заканчивается она домом номер 4. Именно он хранит историю всей этой улицы в памятной доске. Торжественное ее открытие состоялось 18 ноября 2013 года. Здесь вы можете увидеть, что это первое его изображение в нашем мундире Федору Ушакова. Тот, который был сделан и стоит у нас в музее единственной реконструкцией в мире. Оно вагон существует. Это вот первое изображение. Где видите четко все. Весь мундир четко можете посмотреть и ордена, и награду его, и лицо, и вышивку. Такого вы больше не уверите. Мы тоже этим гордимся очень. В день открытия мемориальной доски здесь были руководители общественной организации ветеранов ВМФ Сарова Сергей Яковлев и Сергей Командин. Также в ней участвовали представители органов власти, РФИАЦ ВНИЕФ, а также воспитанники коллективов Дворца детского творчества и жители города. Получился настоящий праздник. Дорогие друзья, во-первых, хотелось бы поблагодарить вас всех, кто сегодня посетил это торжественное мероприятие. Вы знаете, что наша общественная организация ветеранов флота на протяжении уже 9 лет занимается историей жизни и деятельностью Шакова. Мы пропагандируем его как настоящего патриота нашей страны, как легендарного флотоводца и, конечно, уже святого человека. Поэтому и эта доска связана как раз с историей, неизвестная история нашей улицы, которая сегодня именно исполнится 60 лет. Улица названа в честь непобедимого адмирала российского военно-морского флота Федора Федоровича Ушакова приказом номер 331 ПА от 18 ноября 1953 года. Эту надпись на мемориальной доске можно прочесть и сегодня. Годы ее не тронули. Возникает чувство, что повесили ее здесь всего пару дней назад. Был вопрос, а как будет освещать эта табличка? Что? И представляете, вот это чудо. Это чудо, по-другому не заведешь. Оказалось, мы пришли в вечернее время посмотреть, какая будет смотреться табличка. И что мы видим? Она освещена. Посмотрите сюда. Стоит фонарь. Фонарь. Он стоит здесь, фонарь. То есть он освещает вечером табличку. То есть никаких специальных средств не надо освещения сделать. Ну все. Нет, ну вот так история, то есть она сам... То есть Сан Федор Шаков нам подсказал именно где сделать, что будет хорошо, это будет идеально. И он стоит напротив памятника, собственно говоря, Дом пионеров, памятника, который был установлен на 2006 году. То есть получается она 7 лет раньше, чем это была табличка. Ну и это замечательно, что я считаю, что вообще такие таблички, которые раскатывают в истории нашего города, спецобъекта, они должны быть массово, потому что практически в каждом доме, на каждой улице у нас проживало большое значительное число наших ученых, рабочих, которые своими умами, руками создавали и создают до сих пор ядерное оружие. Чем мы очень должны гордиться и чтить, сохранить память. Если мы не будем сохранять, тогда чем она нужна? Одна маленькая улица хранит в себе историю целого государства. Надеюсь, что благодаря стендам, памятным табличкам, архивным записям и даже таким вот простым беседам с теми, кто эту историческую картину собирает по крупицам, она останется в памяти города и его жителей еще на долгие годы. Вот такое вот у нас с вами получилось историческое путешествие, начиная с 18 ноября 1953 года и заканчивая июнем 2021. Редактор субтитров А.Семкин